На титульной обложке свежего номера журнала ОВ глава города Владивостока Игорь Пушкарёв, он центральная фигура номера. В большом интервью журналу Игорь Пушкарёв рассказал о всех трудностях, которые приходится переживать лично ему и его семье в это время. «Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал». 16 июня Игорь Пушкарёв стал лауреатом ежегодной премии «Люди года». Временно отстранённый от должности глава города победил в главной номинации «Человек года». Свои голоса Игорю Пушкарёву жители Владивостока отдавали с помощью независимого СМС-голосования. «Человек года Игорь Пушкарёв!» Премию за отца вышел получать его старший сын Павел Пушкарёв. Молодого человека зал встретил очень тепло. «Временно это довольно много значит, потому что это означает, что все жители города, что люди, которые голосовали, что люди, которые собрались в этом зале, что все они считают, что мы это сделали много, сделали важное очень. И это признание, признание людей». И вот очередное народное признание, обложка и интервью популярному во Владивостоке изданию. В своих аккаунтах, в соцсетях Игорь Пушкарёв неоднократно благодарил жителей Владивостока за поддержку. «Благодарен жителям Владивостока за оказанное доверие в премии «Человек года». Эту награду получал мой сын Павел, а я узнал об этом уже после того, как мероприятие завершилось. Осознание того, что тебя по-прежнему помнят и поддерживают, мысленно переносит меня во Владивосток. И находясь в заточении больше года, понимаю, насколько такие моменты укрепляют силу духа и дают надежду добиваться справедливости». Кроме Игоря Пушкарёва на премию «Человек года» претендовали более 50 номинантов. Однако именно временно отстранённый глава города лидировал во всех голосованиях. «Я считаю, что мой отец – это в своём роде великий человек. И самое меньшее, что я могу сделать, что я мог сделать – это выйти на сцену и получить эту награду. Просто принять за него благодарность». Присуждение премии и развернутое интервью – это большая благодарность жителей города своему градоначальнику за его деятельность, который, несмотря на все трудности, сотрудничает со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Светлана Садовая, Ирина Мокрецова, Андрей Макаров, Руслан Мартынычев. Новости на 8.